Сибирский международный марафон Мы получаем огромное количество гостей. Я думаю, первые иностранцы, которые появились в Омске, они, по-моему, появились как раз на первом международном сибирском марафоне. Поэтому это огромная традиция, огромный праздник. Большое количество жителей Омска выходят на дороги, выходят из своих домов, чтобы поприветствовать спортсменов. Открывали марафон губернатор Омской области Виктор Назаров и глава Мировой ассоциации марафонов и пробегов Пако Барао. Международный функционер после этого сам отправился на дистанцию, а вот глава региона на сей раз на старт сибирского марафона не вышел. Я, конечно, бывший борец, сейчас плаваю, но, тем не менее, на следующий год в правительство Омской области выйдет практически все. Все молодые ребята, девочки, министры, завестители министров, все пойдут на марафон. Марафон стартовал ровно в полдень, причем все бегуны ушли на дистанцию одновременно. Большая часть из почти 11 тысяч участников по традиции вышла на старт массового забега на 6 километров. Но и число тех, кто захотел проверить свои силы на более сложные десятки, оказалось довольно внушительным – почти полторы тысячи. Марафон растет, а вместе с ним растет и уровень подготовки участников, тем более, что для большинства из них спортивный результат не так уж и важен. Если спокойно, медленно начать, если человек, в общем-то, здоров, то по мере прохождения дистанции даже легче бежать становится. Единственное, как бы, ну, спокойно бежать и торопиться. А под конец можно продолжать даже. Мы вместе танцуем, у нас студия «Звилка леди». Вот с девочками решили вместе пройтись в марафон. Конечно, бежать тяжеловато, но прошли. И вообще как настроились? Отлично. Такой праздник спортивный. Очень нам понравилось. Трасса в этом году немного изменилась в пользу участников главного марафонского забега на 42 километра 195 метров. В частности, им не пришлось бежать участок пути по метромосту и бороться с сопротивлением бокового ветра. Да и количество подъемов по трассе существенно сократилось. Эти изменения, а также достаточно благоприятная для бега погода, позволяли зрителям рассчитывать на новый рекорд. Тем более, что в Омск на сей раз приехали сразу несколько спортсменов из Африки с очень высокими личными результатами. Один из кенийцев Джон Киуй подтвердил свой высокий уровень уже на середине дистанции. Он оторвался от всех преследователей еще на 28-м километре и к финишу прибежал в гордом одиночестве. Рекорда, однако, не получилось. От высшего результата Омской трассы, установленного еще 20 лет назад, Джон отстал более чем на минуту. Здесь, конечно, немного прохладнее, чем я привык. Но выбора у меня не было. Нужно выходить на старт и бежать в любую погоду. Это даже стало для меня дополнительным вызовом и помогло выступить лучше. Ведь бороться приходилось не только с соперниками, но и с погодой. Прохладная погода не помешала теплолюбивым африканским атлетам увезти из Омска оба главных приза. Двойной триумф кенийцам обеспечила победа Пурити Кемета в женской части соревнований. Чемпионы поблагодарили зрителей за горячую поддержку и пообещали снова приехать в Омск через год на 26-й сибирский международный марафон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова